Огромный пожар охватил собор Парижской Богоматери. Он поглотил крышу достопримечательности возрастом более 850 лет, а также поверг в шок Францию и весь остальной мир. Впрочем, пожарным удалось спасти каменную конструкцию и две главных колокольни. Возгорание началось в послеобеденное время с небольшого очага, и вскоре огонь распространился на всю крышу собора. Он также охватил шпиль, который быстро обрушился вместе с третьей кровлей. Париж частично охватил густой смог, а на улице падал пепел. Удалось спасти некоторые религиозные реликвии и бесценные произведения искусства. При этом один пожарный был серьёзно травмирован. «Мы спасли терновый венец, тунику святого Людвига, несколько чаш. Огонь не добрался до сокровищницы. Внутри пожарные также пытались спасти некоторые картины. Но большие вынести было невозможно». Президент Эммануэль Макрон прибыл на место около полуночи. «Худшего удалось избежать. Хотя битву мы ещё окончательно не выиграли». По словам президента, во Франции начнётся кампания по сбору средств на восстановление собора. В её рамках обратятся к меценатам по всему миру. «Мы вместе его отстроим. Он, без сомнения, будет частью Франции и нашей жизни ещё много лет». На месте в восточной части острова Сите собрались тысячи удручённых парижан и туристов. Некоторые пели «Авы Мария», кто-то стоял на коленях и молился. «Ужасная ситуация. Сгорели сотни лет историй. Ещё более трагично то, что это совпало с датой рождения Леонардо да Винчи. Это уничтожение истории, всемирного наследия, архитектуры. Очень жаль. Весь мир будет об этом скорбеть». Мировые лидеры также выразили свои соболезнования в связи с пожаром. Между тем, полиция Франции начала расследование причин пожара. По данным источников, пока рассматривается версия, что возгорание началось случайно.